Ханс Кристиан Андерсон Девочка со спичками Как холодно было в этот вечер! Шёл снег, и сумерки сгущались. А вечер был последний в этом году, канун Нового года. В эту холодную и тёмную пору по улицам брела маленькая нищая девочка с непокрытой головой и босая. Правда, из дому она вышла обутая, но много ли было проку в огромных старых туфлях? Туфли эти прежде носила её мать. Вот какие они были большие! И девочка потеряла их сегодня, когда бросилась бежать через дорогу, испугавших с двух карет, которые мчались во весь опор. Одной туфли она так и не нашла, а другой утащил какой-то мальчишка, заявив, что из неё выйдет отличная люлька для его будущих ребят. Вот девочка и брела теперь босиком, и ножки её покраснели и посинели от холода. В кармане её старенького передника лежало несколько пачек серных спичек, а одну пачку она держала в руке. За весь этот день она не продала ни одной спички, ей не подали ни гроша. Она брела голодная и продрогшая, и так измучилась, бедняжка. Снежинки садились на её длинные белокурые локоны, красиво рассыпавшиеся по плечам. Но она право же и не подозревала о том, что они красивы. Из всех окон лился свет, на улице пахло жареным гусем, ведь был канон Нового года, вот о чём она думала. Наконец девочка нашла уголок за выступом дома. Тут она села и съёжилась, поджав по себя ножки. Но ей стало ещё холоднее. А вернуться домой она не смела, ведь ей не удалось продать ни одной спички, она не выручила ни гроша, а она знала, что отец прибьёт её за это. К тому же, думала она, дома тоже холодно. Они живут на чердаке, где гуляет ветер, хотя самые большие щели в стенах и заткнуты соломой и тряпками. Ручонки её совсем закоченили. Ах, как бы их согрел огонёк маленькой спички! Если бы только она посмела вытащить спичку, чиркнуть её о стену и погреть пальцы. Девочка робко вытянула одну спичку и... Чирк! Как спичка вспыхнула, как ярко она загорелась! Девочка прикрыла её рукой, и спичка стала гореть ровным, светлым пламенем. Точно крохотная свечечка! Удивительная свечка! Девочке почудилось, будто она сидит перед большой железной печью с блестящими медными шариками и заслонками. Как славно пылает в ней огонь! Каким теплом от него веет! Но что это? Девочка протянула было ноги к огню, чтобы погреть их, и вдруг пламя погасло, печка исчезла, а в руке у девочки осталась обгорелая спичка. Она черкнула ещё одной спичкой. Спичка загорелась, засветилась, и когда её отблеск упал на стену, стена стала прозрачной, как кисея. Девочка увидела перед собой комнату, а в ней стол, покрытый белоснежной скатертью и уставленный дорогим фарфором. На столе, распространяя чудесный аромат, стояло блюдо с жареным гусем, начинённым черносливом и яблоками. И всё чудеснее было то, что гусь вдруг спрыгнул со стола и, как был с вилкой и ножом в спине, в перевалку заковылял по дому. Он шёл прямо к бедной девочке, но спичка погасла. И перед бедняжкой снова стала непроницаемая, холодная и сырая стена. Девочка зажгла ещё одну спичку. Теперь она сидела перед роскошной рождественской ёлкой. Эта ёлка была гораздо выше и наряднее той, которую девочка увидела в сочельник, подойдя к дому одного богатого купца и заглянув в окно. Тысячи свечей горели на её зелёных ветвях, а разноцветные картинки, какими украшают витрины магазинов, смотрели на девочку. Малютка протянула к ним руки, но спичка погасла. Огоньки стали уходить всё выше и выше, и вскоре превратились в ясные звёздочки. Одна из них покатилась по небу, оставив за собой длинный огненный след. «Кто-то умер», — подумала девочка, потому что её недавно умершая старая бабушка, которая одна во всём мире любила её, не раз говорила ей, «Когда падает звёздочка, чья-то душа отлетает к Богу». Девочка снова черпнула стену спичкой, и когда всё вокруг осветилось, увидела в этом сиянии свою старенькую бабушку, такую тихую и просветлённую, такую добрую и ласковую. «Бабушка!» — воскликнула девочка. «Возьми, возьми меня к себе! Я знаю, что ты уйдёшь, когда погаснет спичка, исчезнешь, как тёплая печка, как вкусный жареный гусь и чудесная большая ёлка». И она торопливо черпнула всеми спичками, оставшимися в пачке. Вот как ей хотелось удержать бабушку. И спички вспыхнули так ослепительно, что стало светлее, чем днём. Бабушка при жизни никогда не была такой красивой, такой величавой. Она взяла девочку на руки, и, озарённые светом и радостью, они обе вознеслись высоко-высоко, туда, где нет ни голода, ни холода, ни страха. Они вознеслись к Богу. Морозным утром за выступом дома нашли девочку. На щеках её играл румянец, на губах улыбка. Она была мертва. Она замёрзла в последний вечер старого года. Новогоднее солнце высветило мёртвые тельцы девочки со спичками. Она сожгла почти целую пачку. «Девочка хотела погреться», — говорили люди. И никто не знал, какие чудеса она видела, среди какой красоты они вместе с бабушкой встретили новогоднее счастье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok